А как началась Масленичная неделя у жителей Новомихайловского, узнала наша съемочная группа. Вы помните, что началась уже Масленичная неделя? Конечно, уже блины пекала даже сегодня. А может поделитесь каким-нибудь особенным рецептом, чем у вас блинчики на столе? Обыкновение, как бабушка учила. Как бабушка вас учила? Ну как, это с маслом, со сметаной, с сахаром, все самое главное. Ну-ка, блины начинают печь по расписанию. Который день, кому идешь, какие гости придут. Вот все это делают. Я сейчас сегодня с работы, только продукты наберем и будем блины жарить, печь. Все пекут блины, сейчас подготавливают на юность Мас, ну чучело. Будем сжечь его. Фаршированный, с творогом, с мясом, с печенкой, с солью без сладкого, со сладким, с вареньем. Блины мы уже в школе готовим, на следующей неделе уже будем. Там всякие, будем конкурсы устраивать. Ну будет очень смешно и весело. Мы сжигаем чучело, играем, разные развлечения. Пекла блины, понесла своей сестре, внукам. Ну да, у нас там уже бабуля наши блины печет, все готовит уже, варенье вкусное. Ну будем это отмечать. Поставила тесто. Вечером все придут с работы, будут кушать блины. Ну конечно, естественно пойду, а как же, всех буду у соседей поздравлять, знакомых. Вот мама готовит блины уже, вот заготавливает еду. Вот бабушка к нам скоро приедет, тоже будем вместе с ней отмечать. Всегда отмечаем. Мы люди пожилые, мы очень любим вот эти праздники. Особенно жар, снега нет. Очень жар, такая зима. Я вообще из Казахстана. И там я масленицу. Натуральная зима, горки еще во всю, вот эти вот костры, чучела. А здесь что мы с грязью? Это, в общем-то, край благодатный. Я не хочу сказать, перебрались в тепло. Но там масленица шла гораздо традиционнее, потому как снега еще было навалом в это время. И мы там настолько праздновали эту неделю. Продолжение следует...